да всем привет друзья и это видео будет слегка необычным потому что на самом деле то что вы сейчас увидите это часть другого ролика но к сожалению у нас тогда не хватило времени в студии для того чтобы записать основную часть но собственно вот эта небольшая часть она получилась достаточно самостоятельно поэтому мы решили все-таки выпустить ее а та часть которая мы и пытались записать и ради которой мы собственно все эти съемки и затеивали она безусловно даже будет просто чуть-чуть похоже ну скорее всего уже когда потеплеет и можно будет не переживать о времени а пойти куда-нибудь на улицу и там потратить столько времени сколько нам понадобится но что хочу сказать во первых вот конкретно вот эта часть видео это ответы на вопрос точнее на один вопрос который достаточно часто задают поэтому если у вас есть какие-то другие вопросы то пишите в комментариях и если мы увидим что этот вопрос встречается достаточно часто то скорее всего мы запишем видео на эту тему касается этого видео то тут много технических нюансов и я не уверен что мне удалось объяснить все так чтобы ну все люди понимали поэтому опять же если у вас есть какие-то вопросы по этому видео пишите и мне это важно с точки зрения чтобы понимать как мне дальше писать сценарий вот где-то грань где не надо нам рожевывать каждый винтик каждый болтик но при этом чтобы все все понимали потому что я прекрасно понимаю что есть люди которые вот только начинают вникать или которые вот недавно вникли я могу просто как-то есть вещи которые вот для меня уже прям такие стандартные базовые как как это можно не знать что там не знаю из лука стрелять без стрелы нельзя из арбалета нельзя стрелять без стрелы а потом думаю блин а ведь и ты сам когда-то этого не знали поэтому я всегда когда пишу сценарий задаюсь вопрос достаточно ли хорошо я объяснил достаточно внятно у меня все получилось это сделать или нет поэтому тут тоже пишите ваши комментарии мне это важно ну а мы начинаем привет ты на канале берхантер сегодня будет необычное видео в котором мы поговорим про разницу между арбалетами и ответим на ваши вопросы часто спрашивают чем отличается обычный doom от арбалета doom military давайте с этого и начнем если вкратце то он мощнее технологичнее и дороже ну насчет мощнее все понятно он тупо быстрее а вот за счет чего так получается давайте разбираться вкратце про исполнение doom обычный это литье doom military это фрезеровка на милитаре приклад раздвижной регулируемый у обычного самый стандартный пластиковый приклад тоже касается и цевья нерегулируемое пластиковое цевьё против планки вивера но за счет чего достигается мощь у арбалета doom military вы наверно знаете что чем толще планка тем больше будет силы натяжения арбалета однако мы не можем просто так взять и сделать планку толще потому что с увеличением толщины возрастает и внутренние сопротивления планки так что нельзя просто взять и сделать планку толще она просто лопнет вот представьте мы берем тоненькую веточку и спокойненько сгибаем нет никаких проблем но если мы пытаемся согнуть какую палку толщиной хотя бы в сантиметр она уже сломается поэтому планки тут достаточно длинные но чем длиннее планка тем дольше она распрямляется а чем дольше распрямляется планка тем соответственно и меньше будет скорость вылета стрелы поэтому если вы посмотрите на блоки этого арбалета то заметите по какому маленькому радиусу наматываются тросы произведения окружность настолько маленькая что для того чтобы трос не намотался сам на себя пришлось накручивать его по спирали теперь что касается самой системы на всех арбалетах с обратными плечами своеобразная система тут нет йоков потому что тетива тут натягивается в другую сторону то есть у нас всю систему с плечами колодкой и прочим развернули на 180 но тетива по-прежнему натягивается на стрелка поэтому тетива просто упиралась бы в йоки так что была сделана другая система вместо йоков то есть раздвоенных тросов один но крепится он за специальную качельку которая не поворачивается вместе с блоком это простая надежная и испытанная временем системы и она стоит на арбалете doom тут есть перекрещивающиеся тросы и бегунок а это означает что во-первых есть трение а во-вторых один трос натягивается сильнее другого просто потому что один выше а другой идет ниже поэтому кстати чтобы синхронизировать арбалет то есть чтобы метка ходила ровно по направляющей чаще всего блоки нужно выставлять не совсем симметрично плюс к этому тросы относительно центра идут только с одной стороны блока с нижней а это означает что при натяжении нагрузка тоже возрастает только с одной стороны и как следствие блок наклоняется однако на практике это все не так уж сильно влияет на стрельбу это простая и надежная система в арбалете doom military все устроено иначе тут система полностью симметрично во всех плоскостях а значит и требования к планкам гораздо выше в этом есть как плюсы так и минусы плюсов конечно гораздо больше из минусов я могу отметить отсутствие обратной связи между блоками это увеличивает требования к тросам и к планкам что при нынешних технологиях не такой уж и минус да и к тому же на каждую планку по сути идет свой трос и даже если есть разность то ее можно компенсировать скручиванием раскручиванием троса я думаю что со временем будет все больше и больше появляться арбалетов такого типа потому что плюсов повторюсь гораздо больше и все они кроются в симметричности этой системы все мы настраиваем арбалет для того чтобы стрела вылетала максимально ровно ведь сами по себе папертест и синхронизация никому не нужны как я уже сказал система на этом арбалете симметрично и более того блоки стоят на той высоте на которой тетива лежит на направляющей поэтому все что нам нужно это настроить блоки максимально зеркально вспоминаем 9 класс сумму векторов как известно блоки тянут тетиву в разные стороны и если сила с которой один блок тянет тетиву будет равно силе с которой тянет тетиву другой блок то сумма этих сил будет равна нулю то есть точки в этом и прелесть этой системы поскольку она полностью симметрично и зеркально то при правильной настройке блоки будут тянуть тетиву идеально ровно более того замок который удерживает тетиву в натянутом состоянии имеет верхний хват и при выстреле он отпускает тетиву вниз то есть в направляющую что минимализирует вертикальные колебания стрелы такую систему гораздо сложнее настраивать однако когда она настроена есть совершенно нет равных ну вот и все концовки тут нет поэтому до записываю сейчас пишите комментарии ставьте лайки пишите комментарии если вам понравилось и видео и было полезным пишите комментарии особенно пишите если вам не понравилось и она была бесполезным мы все комментарии читаем стараемся на них отвечать и быть в курсе а следующее видео уже будет про новенькие арбалеты это doom агрегатор это новый хрон многозарядный а мы подробненько про них поговорим мы их разберем мы из них постреляем в общем то видео будет интересно поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч